Это видео основано на презентации Руслана Баклана, также известного как Даниил Бессонов, члена террористической организации МВД ДНР на 17-м окружном форуме «Информационный мир Югры». Мы показываем методы информационно-психологического воздействия, используемые Россией, иллюстрируя доклад скринами, фотографиями и видео из реальных событий, сопровождая ими слова Баклана. Сейчас поговорим, что такое информационная война, информационное противоборство в целом, и как это работает. Есть такое мнение, ну все знают, кто такой Стив Джобс, есть такое мнение, что Стив Джобс одевался в одну и ту же одежду, не одни и те же штаны, а просто джинсы. Я уверен, что их у него было много, как и кофт. Просто он не тратил время на выбор одежды. То есть он носил только синие джинсы и черную кофту или водолазку. Почему? Есть такое мнение, что у каждого человека во время бодрствования, то есть с момента, как человек просыпается, до момента, как человек ложится спать, есть лимитированное количество эффективных решений. То есть вот, к примеру, грубо говоря, вот может человек за сутки принять тысячу эффективных решений. Это касается всего. Какой зубной пастой чистить зубы, просыпаться ли по зову будильника или продолжить спать и тому подобное. Поэтому люди, которые это понимали, деятельность которых была важна и от решений которых зависело многое, они пытались сократить количество решений, которые они принимали по мелочам. Информационная война, она рассчитана на то, чтобы заставить общество, ну, грубо говоря, социальные группы принимать именно те решения, которые нужны кукловоду. То есть манипулировать поведением людей. Когда идет война, есть пропаганда, и совершенно не стоит стесняться этого слова. Что плохого в пропаганде? Пропаганда — это распространение. И чем более сложные времена мы с вами переживаем, тем в большей степени информация становится поляризированной, и в большей степени она преследует те или иные интересы. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую, к сожалению, кто-то заплатил. И если мы с вами считаем себя патриотами, то лучше работать на государство. Это будет пропаганда здравого смысла, пропаганда интересов твоей страны, пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны, интересов именно твоего государства. Вот каждый должен задуматься, какое количество решений, чтобы было понятно, он принимает самостоятельно, вот за день. И вот со временем, когда начнешь анализировать свою жизнь и очень внимательно обращать внимание на те решения, которые принимаешь, то понимаешь, что внешние факторы, они принимают решения за нас. Ну, процентов, наверное, 85. То есть внешние факторы – это музыка, фильмы, реклама, общество, в котором мы живем, мнение друзей, соседей, ну и тому подобное, новости. Вот так это работает. То есть мы сами не понимаем, как нами манипулируют извне. То есть посмотрели, там, не знаю, какой-то сериал про Сашу Белого, да, и кто-то вот понял, что это то, к чему нужно стремиться, ну и так далее. Ну это грубый пример, но тем не менее. Поэтому задача информационной войны, информационного противоборства со стороны противника – это в первую очередь заставить социальные группы или конкретного человека принимать именно те решения, которые нужны противнику, и сделать это так, чтобы человек сам этого не понял. В 2021 году западные специализированные организации проводили исследования, какое же количество пользователей интернета, ну как минимум вот на планете, которые имеют возможность пользоваться интернетом, да, у которых есть смартфон или там ноутбук, компьютер, какое количество времени они проводят. Вот по состоянию на 2021 год 62,5% пользователей интернета во всем мире проводили в интернете минимум 7 часов, то есть более 40% времени бодрствования. Я уверен, что активные пользователи, ну вообще активные наши граждане, в том числе молодых, средних лет, они проводят больше, чем 40% в интернете. Что это значит? Это значит, что каждый обладатель смартфона, ну или ноутбука, неважно, ну в основном это смартфон, да, это потенциально мобилизационный ресурс в информационной войне. Наш или противника? То есть каждый молодой или взрослый человек, который едет в метро или в автобусе, читает новости в интернете, смотрит какие-то видео, другой контент, это человек, который потенциально может попасть под манипуляцию противника. Наша задача обезопасить наш сегмент. Наша задача объяснять, ну проведет работу с населением, чтобы жители не стали жертвой манипуляции со стороны противника. Затем, то есть у нас задача в этой войне, первая, это оборона, то есть защитить наш сегмент, то есть наших граждан. Ну и вторая задача, в идеале сделать так, чтобы в сегменте противника было больше наших бойцов. То есть стараться манипулировать внутри вражеского сегмента, заставлять их выполнять действия, которые нужны нам. Ну я думаю, все слышали про ситуацию с поджогами военкоматов и тому подобное. Это вот как раз из этой серии. И нужно это понимать. В целом информационная война, вот я разделяю два основных сегмента внутри нашей системы, это военнослужащие и гражданское общество. То же самое у противника внутри системы, это военнослужащие противника и гражданское общество. Это те сегменты, с которыми нужно работать. Я не говорю про западные страны и так далее, это отдельная история. И вот информационные армии в информационной войне, они делятся на три составляющие. Первая составляющая – это спикеры от государства. То есть это чиновники, политики, должностные лица, которые уполномочены комментировать какие-то события или делать заявления от лица государства или органов местного самоуправления. Это одна область, одна часть армии. Вторая часть армии – это официальные средства массовой информации, которые влияют на общество. Третья часть этой армии – это специальные подразделения информационного противоборства или информационно-псилогических операций, можно по-разному бы называть. Но это закрытая часть этой работы. Соцсети и что-то такое стихийное, неподконтрольное – это просто фон, на который как раз… То есть это как на войне обстановка, рельеф, погода, светлое, темное время суток и тому подобное, если сравниваем с обычной войной. Это то, на что должны влиять как раз-таки вот эти три сегмента. В том числе… И вот каждый сегмент, то есть должностные лица, официальные СМИ и подразделения информационного противоборства, они должны действовать как одно целое. Отдельно сами по себе должны действовать одним организмом, одной системой. И в совокупности все эти три элемента должны действовать одним организмом. У нас, к сожалению, есть разнобои, причем не просто между этими тремя сегментами, а и внутри этих сегментов. То есть у нас зачастую должностные лица иногда противоречат, комментируя те или иные события. То же самое иногда происходит в официальных СМИ, а подразделения, которые признаны заниматься инфоборством, они зачастую конкурируют друг с другом, они взаимодействуют. А наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоят системы свой-чужой, и сколько оператор на кнопку бы не нажимал, наша система ПВО не сработали бы. Техник. К сожалению, у противника, если мы берем Украину, у них это все более отлажено, потому что у них есть американцы, которые над ними стоят, грубо говоря, с кнутом, и заставляют их работать, а не конкурировать, и подтягивать своих родственников, грубо говоря, заниматься комовством. И это и есть проблема. При этом, если вы обратили внимание, даже какой бы странной позиция в украинском государстве не была, и какой бы смешной, они все действуют и отстаивают одну линию, то есть движутся в одном направлении. Как бы это смешно не было. Но тем не менее. Да какие факты? Какие факты вам еще нужны? Вы только посмотрите на него! Он же стоит и издевается над нами! Сытый, откормленный, наглый вообще! Поэтому вот слаженность этих армий, это взаимодействие родов войск, в информационной войне это очень важно. Нужно это понимать. И хотя бы на своем уровне стараться налаживать взаимодействие. Очень часто результаты приносят горизонтальные связи. То есть не по вертикали с согласованием через начальство каких-то действий, а просто горизонтальные договоренности, когда просто это надо, что-то нужно делать, нужно это делать своевременно, и нет времени на бюрократические какие-то движения. Поэтому возникают горизонтальные связи. Я уверен, что вы с этим все сталкивались так или иначе. Потому что иногда наша бюрократическая система не всегда может предусмотреть все ситуации. Поэтому иногда нужно действовать именно не соблюдая вот эти вот движения по вертикали. Что еще важно понимать? У нас, как на любой войне, есть оборона, есть атака. Я повторюсь. У нас, в нашем сегменте, мы должны вовремя выявить информационные ресурсы противника и оповестить наш сегмент, наших граждан, об угрозе, которые могут исходить от этих ресурсов. Для того, чтобы действия противника на нашей территории, в нашем сегменте сделать неэффективными. Чтобы не было разных, допустим, массовых беспорядков из-за какого-то телеграм-канала, который подчиняется, ну, который принадлежит украинским спецслужбам, но замаскирован под какой-то региональный патриотический канал. И потом он призывает всех выйти за все хорошее против всего плохого на улице. Ну и дальше уже включается психология толпы, когда толпа собирается под какими-то очень хорошими и даже, может быть, святыми предлогами, а потом уже по ходу действия толпы координируются совершенно в другом направлении. В принципе, на Украине Майдан так начинался. То есть люди собирались побороть коррупцию и беспредел некоторых чиновников из команды Януковича. То есть, в принципе, за все хорошее против всего плохого. Янукович, это который... Витька Шапка? Да, Витька Шапка, совершенно верно, да. Или пилотка, не знаю, что он там на голову одевал. Янукович занимал. Не, ну, который ходку получил за то, что с людей, присевших в позе орла в сортире, быстро стаскивал шапки. Женщин. Женщин, да, да, да. Женщин. В женский туалет бегал. Двухметровый от чего? Даже не могло на серьезное преступление пойти. Женщин грабил. Женщин. Ничтожество просто. У Яника было две ходки? Сколько? Говорят, три. Да, три говорят. Говорят, три. Одну вычислили. Три? Ну, на авторитете так и не было. Так как он авторитет, он козлом был? Да, да. Мы, говорит, все думали, что он авторитетный вор. Он же сявка подел. А он сявка, да. А потом очень резко просто по щелчку появились какие-то странные люди вроде правого сектора запрещенной в России организации, да, или тогда была самооборона Майдана. И начались какие-то странные лозунги. Москаляку-нагеляку, кто наскачет, то и Москаль, и тому подобное. Это все выдумки пропаганды. Просто по площадям кто марширует с факелами? Правильно, я понимаю. Кто эти люди? Со свастиками? С волчьими крюками? Кто эти люди? А вы считаете, что они по этническому признаку никого не преследуют? По этническому? Кого они преследуют? А кто не скачет, тот Москаль, это не преследование по этническому признаку? По национальному признаку. Москаль, это не синоним русского. Скажите. Это политичный... Есть вид Москвы? Нет, нет, нет. Ольга, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что мы сегодня... Договорились до того, что нет на Украине за аналистов и никто никого не преследует. В самом деле, да, москалит уже нормально. Это политический лозунг. Знаменитый. Украинский, конечно. То есть как быстро, да, вот толпа собралась и, казалось бы, собирались побороть коррупцию и постараться улучшить жизнь внутри нашей страны. А очень быстро толпа переключилась на то, что нужно проявлять агрессию в адрес России и всего русского. и это одна и та же толпа, которая, в принципе, осталась и продолжила выполнять вот эти действия. И мы все знаем, к чему это привело. Вот это работает именно так. И это, в принципе, информационные технологии так устроены. И мы тоже в сегменте противника используем разные приемы для того, чтобы добиться того результата, который нам нужен. В том числе и на фронте. Вот есть инструменты информационной войны. То есть мы знаем, что есть такие инструменты, как осинт-исследование. Все, наверное, слышали. Это получение информации из открытых источников. Частью осинта является геоинт. То есть когда мы можем определить место, где проводилась проводилась видеосъемка или фотосъемка по ориентирам. То есть конкретное место на карте. Есть также хьюминт. То есть это работа уже грубо говоря с агентурой. То есть это то, что используют как наши специалисты информационной войны, так и вражеские. То есть осинт, да? То есть мы мониторим, допустим, вот интересно, что в Югре происходит. То есть у нас есть список информационных ресурсов, соцсетей жителей, там, пабликов местных и тому подобное. Мы начинаем изучать происходящее. Вот, допустим, любое воздействие в информационной войне предшествует разведке, то есть как в любой войне. То есть противник, украинские спецслужбы, они проводят информационные операции на всей территории России с 2015 года. Нужно это понимать. И это есть в открытых источниках. Это информация и документы украинские по этому поводу, какие операции проводили на территории России. При этом это только то, что попало в открытый доступ. И они сначала проводят разведку. То есть они изучают, к примеру, Югра. Так. Изучают традиции, культуру, народности, то есть народы, которые здесь проживают, ну и тому подобное. Абсолютно все. Начинают делать список пабликов. То есть все информационные ресурсы, соцсети, жители и тому подобное. И начинают мониторить, изучать. Потом создают свои информационные ресурсы. Ну там типа типичная Югра, да, или типичный Ханты-Мансийск. Вот. И делают это максимально, делают эти ресурсы максимально патриотичными. То есть они уже разбираются в традициях региона. Они делают их патриотичными. Они даже набивают среди местных жителей агентуру. Ну это грубо говоря, да. Но они привлекают местных жителей. К примеру, надо, там выпало много снега. Там, Вася, пойди, сфотографируй какой-то сугроб большой на фоне какого-то магазина или здания, чтобы было понятно, что это Ханты-Мансийск. Вот. Ну или тому подобное. И вот привлекают местных жителей к этому. Публикуется это все. И подписчики этих ресурсов искренне верят, что эти ресурсы ведут местные жители. Хотя это, ну, не так. И вот в таком ключе этот ресурс может вестись год, два, три, пять до определенного момента, когда проводится какая-то информационно-психологическая операция масштабная, когда этот ресурс будет использован как инструмент. И когда, к примеру, нужно будет использовать его в рамках информационного терроризма. То есть информационный терроризм это тоже один из инструментов информационной войны, который, к сожалению, мы не используем, а противник использует. Что это означает? Ну, к примеру, в каком-то доме происходит взрыв бытового газа. обрушился целый пролет, погибли люди. Противник это понимает, он читает местные каналы, в местных каналах в комментариях уже об этом написано, может быть, даже раньше, чем в местных СМИ. Противник на подконтрольных себе ресурсах в вашем сегменте, да, внутри здесь, внутри региона, начинает писать, что был совершен теракт, что, ну, в стиле, как помните, в 2014 году про Крым, я дочка русского офицера, в Крыму не все так однозначно, да, они начинают писать, у меня брат, сотрудник полиции или участковый в этом районе, он сказал, что сотрудники ФСБ проводили контртеррористическую операцию, должны были устранить какого-то там, не знаю, таджикского террориста, но переборщили со взрывчаткой и вот обрушился дом, погибли люди. И это начинает распространяться на всех ресурсах, эта информация. Пока органы местной власти, да, начинают разбираться в этой истории, что же произошло, проходит 2-3 часа, 4 часа, наконец-то понятно, что взорвался бытовой газ, но общественное мнение уже сформировано, уже официальное заявление, к примеру, мэра, а общество, население воспринимает это как ложь, как какое-то оправдание, скрытие и тому подобное. То же самое касается других, какой-то пожар, еще что-то. Это все используется противником, вот в первую очередь через вот эти информационные ресурсы, которые он заранее создал в сегменте. То же самое вот хьюминт, да, это популярное слово сейчас, это когда ты являясь сотрудником подразделения ИПСО, начинаешь общаться, вот тебе нужно узнать, что произошло вот в этом районе. Ты начинаешь в соцсетях находить людей, которые живут, начинаешь вступать с ними в переписку и общаться, причем ты можешь представиться как соседом, можешь фотографию какой-то там девочки на три года старше или младше со школы того человека, кто там учится или учился. И вот таким образом ты получаешь информацию непосредственно от живого человека. Либо же личным общением, так или иначе, телефонным звонком, да как угодно. Это тоже один из инструментов информационной войны. это как сбор информации, так же и распространение дезинформации. То же самое происходит не только с гражданскими, но и с военнослужащими. То есть влияние на военнослужащих, особенно, которые используют до сих пор на передовой мессенджеры WhatsApp, а такие есть, или Viber, то есть американские мессенджеры, это то же самое, что ты все переписки, медиафайлы, которые пересылаешь и получаешь. Ты в режиме онлайн передаешь спецслужбам Украины. И, конечно же, вся телефонная книжка, все папки в смартфоне, все это доступно противнику через WhatsApp. Все. То есть установив WhatsApp на телефоне, можно даже с кем не переписываться. Просто уже в телефоне, уже доступ к вашему телефону есть у американских спецслужб. Ну и, соответственно, у украинских. Просто вычисляются телефоны, абоненты, которые находятся на фронте или в прифронтовой зоне, и эти телефоны берутся под контроль, у которых установлен WhatsApp. Вот. Поэтому у них есть все. Телефоны, номера, то есть они могут набрать, в принципе, каждого бойца, написать сообщение, и так далее, вступить в диалог. При этом могут представиться как угодно. Вот мы, например, такую работу также проводим. Мы, например, находим какого-то полковника Петренко. Начинаем изучать полковника Петренко полностью. Всю его биографию, где учился. Ага, учился там, допустим, в каком-то Одесском военном училище. Начинаем изучать все про Одесское военное училище. Как выглядит столовая, чем там всех кормят, чем кормили, когда там учился Петренко, кто преподавал, когда учился Петренко, как были позывные, клички преподавателей и так далее. Потом, когда мы собираем полностью информацию, мы пишем полковнику Петренко и говорим, слушай, я там майор Иваненко на два года или на три года младше тебя заканчивал тоже Одесское военное училище. Я сейчас там на таком-то направлении в артиллерии. Давай дружить, взаимодействовать и так далее. Потом, допустим, присылается видео, а мы все знаем, что на фронте активно работают беспилотники, обычные даже квадрокоптеры, которые, допустим, наши квадрокоптеры, они фиксируют не только, когда мы уничтожаем технику и позиции ВСУ, но и, к сожалению, фиксируют, когда противник работает по нашей технике, позициям или штурмовым отрядам во время штурма. Но, естественно, мы это не показываем, не публикуем, но эти материалы можно использовать для того, чтобы втереться в доверие полковнику Петренко. И мы представляемся майором Иваненко, отправляем уже по ходу общения материалы, рассказываем, вот как мы там, смотри, как мы русню тут как бы накосили, да, танкистов сожгли, еще что-то. Этого в интернете нет, и смотри, там, нигде случайно не опубликуй, потому что мы вот с СБУшным ВКРовцем из военной контрразведки, да, еще пока не согласовали опубликацию. Вот, ну и полковник Петренко смотрит, о, классно, русню косят, да, уже все, уже больше доверия к этому контакту, вплоть до того, что человек с нашей стороны может надеть украинскую форму и аккуратно как-то в тени, там, пообщаться с ним по видеосвязи или голосовые отправить. То же самое и противник тоже делает вот при общении. Вот это, в принципе, тоже есть хьюминт или вербовка или просто даже не вербовка, а просто получение информации от человека, планы. И, естественно, когда полностью втираешься в человеку в доверие, то он без задней мысли рассказывает о своих планах, что, типа, так, смотрите, мы на этом направлении планируем атаковать такими-то силами, вы там нас как-то поддержите или там ты командуешь артиллерийской батареей по нашему направлению, поддержите наше наступление. И такой, да, конечно, поддержим. А сам такой, пацанов предупреждаешь, чтобы уже авиация была на готове и тому подобное. Минные заграждения. В принципе, это все информационная война. Вот то же самое некоторые операции, которые проводил противник на территории Донбасса. Это была такая операция рейв. Об этом тоже написано. Что значит операция рейв? То есть, ну, по сути, это был городской квест. Все знают, что такое городской квест, да? То есть, это популярная тема уже много лет, когда создатели игры придумывают сценарий, повлекают молодежь, школьников, студентов и там обычные простые задания. к примеру, сфотографируй там магазин «Пятерочка», сфотографируй там стадион в вашем городе на закате, ну и так далее. Вот в Донецке были еще такие задания, как сфотографируй машину «Урал», ну а в Донецке только как бы военные «Уралы», да? Ну, без задней мысли молодые люди как бы фотографировали. Или, к примеру, произошел обстрел в каком-то районе, там Киевский или Куйбышевский район, и нужно было сфотографировать место, куда прилетели снаряды и воинскую часть на районе, чтобы задание какое, чтобы показать, что украинская армия бьет по гражданским домам, а не по военным объектам. Предлагалось сфотографировать, куда попали снаряды и где находится военный объект, то есть его сфотографировать. Казалось бы, молодому человеку вроде бы как задача благая, да? А юридически и по факту получается, что люди в регионе, где проводятся подобные операции, они выполняют задачи вражеских спецслужб и некоторые объекты, которые нельзя фотографировать и отправлять третьим лицам, они это делают. То есть молодые люди так и вовлекаются. потом плюс в этих играх там какой момент, там есть уровни, то есть каждый участник может набирать баллы, плюс там были предусмотрены денежные премии за определенные выполненные задачи, ну или повышение уровня. И молодежь вовлекалась очень сильно в этом. И потом у нас слава богу МГБ тогда было, Министерство госбезопасности очень быстро справилось с этой проблемой. Но нужно понимать, что подобные городские квесты проводились во многих регионах России с 2015 года. Вот. И получается как? Украинские спецслужбы или западные спецслужбы они выбирают самых активных участников и начинаются другие задания. Там кинь коктейль Молотова в военкомат или заминируй машину, подожги машину. То есть казалось бы, ну это уже как бы серьезно. И вот когда школьник или студент начинает наконец-то подозревать, что происходит что-то не то, ему говорят, слушай, дружище, я вообще СБУшник, а ты вот посмотри, что ты мне присылал. Вот военная машина, вот воинская часть, вот еще что-то. А знаешь, что это значит? По вашему законодательству эта статья вот такая, госизмена, да? Сейчас тебя соберут, я вот сейчас просто возьму нашу переписку всю отправлю в ваши органы государственной безопасности, тебя отправят на подвал, будут там долго пытать, а потом ты сядешь на 15 лет. Или же продолжишь играть и зарабатывать деньги. И вот если какое-то количество участников все-таки соглашается продолжать, да? Ну, казалось бы, поджечь машину, ну, никто же не умрет от этого, ну, машина и машина, или можно загреметь на 15 лет, да? То есть выбор понятен. Для молодых особенно людей, никто же сразу не пойдет, там, родителям сказать или там заявить в полицию, потому что, ну, фотографировал военную технику, Урал, да, воинскую часть, да, отправлял, да, отправлял. Но есть состав, ну, вроде как бы, да. Вот, такими манипуляциями вовлекают молодежь в незаконную деятельность, вовлекают их в участие в информационных операциях, информационно-психологических операциях, ну, и, конечно, при помощи их проводят сбор данных, да, и как это можно дальше использовать, как они это используют, к примеру. Вот, допустим, есть участок фронта, который интересует противника. На этом участке фронта там командует, к примеру, там, полковник Сидоров. На полковника Сидорова проводится, ну, информационно-психологическое влияние, вот, и на его подразделение. То есть, ВСУ, допустим, определяет, что на этом участке нет средств проведения разведки в темное время суток, да, то есть там, допустим, беспилотников с тепловизорами нет. Поэтому они иногда выводят по ночам бронетехнику с громкоговорителями, ну, и включают шум движущейся техники. Вот. И ребята на передовой каждую ночь слушают вариантов провести доразведку. Вроде бы, как, нет, потому что минные поля сначала наше, потом вражеское. отправить людей опасно, беспилотника, который может в темное время суток посмотреть, нет. И, ну, начинают понимать, что противник сейчас может пойти в наступление на этом направлении. Причем там уже, судя по звукам, поскольку это уже третья ночь подряд, вот техника, колонны движутся, там уже точно 150 тысяч танков, как минимум. И вот уже начинают как бы об этом думать, да. Говорит звуковещательная станция вооруженных сил Российской Федерации. Военнослужащие вооруженных сил Украины к вам обращается командование воинского контингента Российской Федерации. Если же образно говорить о установке здесь, то можно вспомнить историю, как на позиции привозили колонки с громкоговорителем, через которые призывали противника сдаться, причем именно эти колонки успешно использовались на Азовстале, но здесь на Авдеевке у них сразу же прилетел выстрел в МИЗ ПЗРК. Одновременно с этим, к примеру, противник пытается воздействовать на командира подразделения. То есть он выявляет, где, есть ли у него семья, где живет семья, где учатся дети. К примеру, там, Самара, или там, не знаю, Воронеж, ну, неважно. И в этом городе по-любому проводится какой-то городской квест или есть такая возможность. И в рамках этого квеста просто участникам говорят, сфотографируй дом номер пять на улице Пушкина, школу номер семнадцать, в школе номер семнадцать, кабинет номер тридцать восемь. Вот просто сфотографируйте и пришлите. Ну, и в рамках этого квеста без задней мысли молодые люди фотографируют, присылают. Оказывается, что в этом доме живет семья командира, в школе учатся дети командира, вот в конкретном кабинете, и это все присылается жене со словами, что все, наша диверсионная группа уже у вас под домом и в любой момент мы можем вас всех ликвидировать, если ваш муж не уйдет с войны в течение пяти или семи дней, ну, к примеру. Ну, и, конечно, жена начинает написывать, названивать мужу, отправлять это все и говорить, а муж как бы на передовую у него как бы куча других проблем. При этом, как правило, это происходит в WhatsApp, то есть под чутким руководством украинских спецслужб. Ну, ну, опять же, это фантазии, да, то есть это не описание каких-то реальных событий, это просто как это можно использовать, да, просто для примера, как противник это может использовать, чтобы было понятно. Вот, и у командиров в голове семь дней, семь дней или вот моей семье угрожают. Сообщит он компетентным органам, нет, вопрос второй, но у него в голове семь дней. В это время противник проводит акцию, да, звуки, движущиеся техники, и у командиров волей-неволей появляется желание, быстрее бы они пошли в наступление, вот, масштабное, чтобы у нас был повод отступать, чтобы я, может быть, вообще ушел с зоны боевых действий, чтобы выполнить требования и поехать обеспечить безопасность семьи и тому подобное. Ну, как минимум, командир уже не может оценивать ситуацию адекватно. И тут проходит три дня, начинается артподготовка, выезжает три вражеских танка, десять вражеских БМП, но на этом участке, во-первых, командир деморализован, бойцы думают, что там за тремя танками еще триста тридцать три танка, и наши двадцать танков, к примеру, начинают отступать. Опять же, это фантазии, такого не было в реальности, да, это просто фантазии, как это может быть. Тридцать солдаты, вы горны, вы замерзли, вы устали, горячая еда, теплая и сухая обезь, медицинская помощь и место для безопасного отдыха ждут вас в ближайшем немецком полевом госпитале. Наши дисциплинированные солдаты получили строгий приказ радушно принимать всех сатетских воинов, которые сдаются в плен. И войны, все войны, 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 То есть, информационно-психологические операции и в целом информационка, она полностью, учитывая современные информационные технологии, она полностью изменила математику войны. То есть, если раньше мы знали, что для того, чтобы атаковать противника, наступающая сторона должна в идеале хотя бы в четыре раза превосходить, а то и больше, чем обороняющаяся сторона, то вот как раз информационно-психологические операции и работа с мотивацией военнослужащих, она эту математику изменила. То есть, когда противник, когда наступающая сторона понимает, что они провели на этом участке эффективную информационно-психологическую операцию, то им не важно, сколько в обороне танков и солдат. Они не готовы, они деморализованы, они не будут сражаться. Поэтому выезжает три танка, там пять пикапов, и наши 33 танка в лучшем случае уезжают, а в худшем случае просто остаются, а люди уходят. Это, чтобы было понятно, это пример из фантазии, грубый пример, но примерно это так работает. То есть, те, кто недооценивает информационно-психологическое влияние, очень часто ошибаются. А у нас, допустим, командование смотрит, что у нас здесь вот такое количество сил и средств, у противника такое, поступает разведданные, противник планирует наступление, не может быть. Не могут они силами в пять раз меньше на нас наступать, когда мы в обороне вот такими силами. Не могут. А оказывается, иногда могут. Многое зависит от мотивации, от смыслов, которые есть у бойцов сражаться или не сражаться. Вот. Это такие важные моменты. Также понятно, то есть частью информационной войны есть вербовка, когда просто ну ты ломаешь систему мировоззрения не там социальной группы, а конкретного человека, для того, чтобы в дальнейшем он делал то, что тебе нужно делать. Также очень часто применяется как инструментарий это, ну все вы знаете, это фейки. Да? Вот я разделяю фейки на две категории, обоснованные и необоснованные. Обоснованные фейки это фейки, которые создаются как видео, ну как визуальный контент, это фото или видео после какого-то информационного повода. То есть, к примеру, поступает новость, что неизвестные подожгли сельский совет какой-то или там администрацию города. противоположная сторона создает видео, находит примерно такое же здание, создает видео как военнослужащие, ну к примеру, допустим, мы создаем видео как ветераны АТО или ветераны вот там, потом уже это была операция объединенных сил, которым не дали землю в этом селе. Они устраивают факельное шествие и забрасывают коктейля Молотова это здание и публикуем. То есть, есть новость в украинском сегменте, но там вопрос неизвестный, да, а нам нужно в глазах гражданского населения дискредитировать их солдат, мы создаем вот такой фейковый материал. Такие материалы называются обоснованные, то есть, когда есть сначала информационный повод, ты его усиливаешь визуальным контактом, ну а есть необоснованные, когда под задачу, вот есть задача дискредитировать, демотивировать и тому подобное, и ты уже начинаешь думать, что для этого нужно сделать, какой визуальный материал, вот, или, допустим, заставить противника сдаться в плен, то есть, вот есть, к примеру, населенный пункт, село, к примеру, Ивановка, рядом село Петровка и там Сергеевка, к примеру, село Ивановка по центру, вот эти все села держат ВСУ, нужно заставить, вот, чтобы именно ВСУшники, да, противник, солдаты противника, которые в Ивановке, сдались нам в плен, то есть, нам нужно как-то их к этому, ну, побудить, убедить в том, что сопротивление бесполезно. Мы берем, создаем дорожные знаки, да, обозначающие населенные пункты, там, Сергеевка и Петровка, где-то там, вообще в другом месте, на грунтовых дорогах их устанавливаем, ставим наших бойцов, они на фоне этих знаков там в темное время суток фотографируются, публикуют у себя в соцсетях, мы это передаем украинским солдатам в Ивановке, говорим, в принципе, вы уже как бы почти окружены, мы слева и справа от вас по флангу, мы уже зашли в эти поселки, через полчаса мы начинаем вас штурмовать. После этого мы, допустим, включаем системы радиоэлектронной борьбы, глушим все их возможности связи, для того, чтобы они не перепроверили, ну и тем не менее пытаемся какую-то там, допустим, связь установить с ними, поддерживать другую, ну или там по договоренности. И вот они могут сдаться, как бы, вполне могут поверить в это, если это качественно такие операции проводить, оформлять, они в это верят и сдаются. Вот это, опять же, тоже пример информационно-психологические операции, как это работает. Вот, насчет фейков, самое главное, допустим, учиться их распознавать, потому что у Украины в плане штата и ПСО, у них очень большое количество людей, очень большие средства выделяются. И количество фейков, которые они производят, оно просто, оно реально зашкаливает. Самое главное по поводу фейков, это нужно, когда ты видишь материал и начинаешь в нем сомневаться, в первую очередь нужно понять, кому это выгодно, то, что происходит в видео. Потом нужно определить первоисточник, где это видео впервые появилось. Потом нужно посмотреть внимательно, да, то есть фейки, когда производятся, они в идеале, ну, как правило, создаются так, чтобы его нельзя было опровергнуть. Поэтому, если там какие-то люди, которых можно опознать, они всегда будут в масках. То есть, если там что-то происходит, и люди в масках, или ведут себя неестественно, неправдоподобно, скорее всего, фейк. Очень редко нанимают актеров для этого. Вот, ну и тому подобное. В принципе, если внимательно рассматривать визуальный материал, то достаточно несложно определить фейк это или правда. Вот, еще хотел бы коснуться такого момента, это ошибки наших СМИ. В чем бывают ошибки? Самое главное правило, вот на мой взгляд, которые должны СМИ и спикеры от государства придерживаться, нужно всегда быть первым. если особенно в ситуациях, которые негативные для нас, но при условии, что эту ситуацию нельзя скрыть. То есть, если происходит какой-то негатив, и вы уверены, что этот негатив не попадет в информационное поле, то, в принципе, об этом говорить не нужно. Но если что-то происходит, что обязательно попадет в информационное поле, то нужно сделать, опубликовать это первым, не давать возможность противнику создать этот инфоповод и оформить так, как ему нужно. Да, но вот к примеру. И забавно было смотреть, как Минобороновский телеграм-канал «Война с фейками» постоянно путается, пытается подвести под необходимую трактовку своей геолокации. Потому что он сначала сделал геолокацию правильную, что прилет с северо-востока по дому, но ему там... Он понял, что она делала. Да, что не то получается что-то. Ему там в комментариях накидали, типа, зачем вы так его пишете, удалите срочно эту геолокацию, у вас получается, что свои же по своим же и ударили. Так что за этим тоже, конечно, довольно-таки забавно наблюдать. Вот такой наш вывод по Белгороду. Да, к сожалению, что не забавно, это гибель реальных людей, пострадавшие реальные. Ну, то есть, чем больше эта война развивается, то есть оружие, вот как сказал Руслан, оно довольно часто летит не туда, падает, плюс все скотчим друг к другу к примотану, причем с обеих сторон, я условно говорю, но вот там к советским истребителям приматывания западных ракет, так же, как и УМПК, которая тоже новая, что называется, разработка, и тоже иногда так сходит, иногда сяк сходит. За апрель и март, мы видели, за апрель и март, да, правильно, мы видели, по крайней мере, Астра зафиксировала 20 сходов боеприпасов с российских самолетов, да, и из них мы видели, что бывает, когда они просто падают, а что бывает, когда они падают и взрываются, потому что один из таких сходов, это было 30 поврежденных домов, 10 машин сгоревших и 7 человек раненых. В этот раз мы видим, что, опять же, независимо от того, речь идет о ПВО или речь идет о ФАБе, это история про то, что во время войны, сюрприз, люди гибнут, причем гибнут с обеих сторон, не бывает так, чтобы не было с одной, поэтому даже если вы, там, супер верующий в Путина, в то, что Украина должна быть уничтожен и все такое, задайтесь вопросом, а готовы ли вы ради этой веры пожертвовать своей жизнью, жизнью своих близких и многих других людей, потому что это, к сожалению, будет происходить и дальше. А закончить все это можно одним днем, если российские войска выйдут с территории Украины, и тогда ни в Харькове, ни в Белгороде, ни в каких других городах больше не прозвучит воздушная тревога. Обмены пленными. Сколько раз были обмены пленных, мы всегда молчали. Мы давали возможность украинской стороне первыми об этом заявить, хотя у нас много раз была возможность у первых это сделать, потому что они не всегда спешили. Что получалось? Мы иногда даже умудрялись опровергать то, что был обмен, пока они не публиковали видео. Получается так, когда у противника инициатива есть по этому поводу, они могут, допустим, и это делают, говорить, что мы отдали пять российских солдат, а забрали своих 55 офицеров. Да? Но они первые. Любые наши заявления после, что это неправда, все не так, они выглядят как оправдание, ну или как бы не вызывают доверия. Или, к примеру, недавно пилот вертолета сбежал, перешел на сторону противника вместе с вертолетом. Ну, все об этом слышали. Об этом было известно сразу. То есть, наверное, это произошло где-то, наверное, недели за три, а может быть, за месяц до того, как этот сюжет появился в украинских СМИ. Но мы молчали. Мы молчали, мы дали возможность противнику быть первыми, заявить об этом инфоповоде, точнее, создать инфоповод, заявить об этой ситуации и заявить так, как нужно противнику. Что получилось? Получается так, что пользователи, ну, грубо говоря, наши граждане, да, то есть в нашем сегменте эта новость вызвала резонанс. Потому что, ну, это новость, это инфоповод. И все полезли, да ладно, как такое может быть? Ну, давайте посмотрим. Начались где-то видео, а оно оформлено так, как нужно противнику, да? А если бы мы первые заявили, так как нам нужно, просто, да, произошел такой случай. Этот пилот, ну, летчик, он нехороший человек, редиска, да. Но бывает, как бы, это война, все, ну, вот и все. Получается, если бы мы это заявили, мы бы сделали этот инфоповод уже неинтересным для нашего сегмента. И когда бы он через 2-3 недели появился в украинском сегменте, то наши зрители увидели где-то название, а, ну, это мы знаем, как бы, в этом еще 3 недели назад говорили, да? И это бы не вызвало интерес. И само оформление этого инфоповода, то есть то, как они это сделали, оно бы никак не повлияло на наших зрителей. А наше молчание заставило наших зрителей внимательно посмотреть вражеский контент. Поэтому очень важно, чтобы наши СМИ и наши спикеры в первую очередь негативные новости, которые невозможно скрыть, хотя бы перехватывали инициативу, хотя бы первые об этом заявляли так, как нужно нам. Мы должны понимать и средства массовой информации. В первую очередь это мотивация наших солдат. Война идет, это самое главное. Мотивация наших солдат и наше гражданское общество и демотивация солдат противника и общества противника. Мы должны дать смысл нашим солдатам и уверенность, что победа за нами и победа неизбежна. И должны отнять смысл сражаться у их солдат и отнять смысл терпеть все тяготы и лишения у их общества. Вот это в принципе тоже задача наших СМИ. Нашим бойцам удалось получить смыслы. Самый главный смысл сейчас для наших бойцов это не деноцификация, демилитаризация и так далее. Это борьба друг за друга. Они сейчас сражаются на фронте друг за друга и мстят за погибших друзей. Вот так это. И нужно это понимать, что основная мотивация. И допустим военное начальство, там замполиты должны обращать внимание на такие мотивирующие факторы. Поэтому каждое подразделение должно быть семьей. мотивирующие следует... ... ...